всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у нас пасмурная такая погода на самом деле мне немного приболели дети вот поэтому я тут что-то не снимала и что-то как-то в общем как всегда то у меня собака то у меня дети в общем да вот сегодня как раз поеду к ветеринару с собакой вот но дети слегка заболели но знаете когда вы только начинается какая такая болезнь такая да я стараюсь детей посадить дома чтобы чтобы сильно не болеть и не заражать других если что в общем небольшая простуда у моих детей принципе уже все хорошо уже вообще все отлично особенно когда не надо ходить в школу и в садик так вообще все просто супер в общем получается нас продлили каникулы продлились лично у нас каникулы да вообще каникул получается две недели у нас ну как у всех да наверно сейчас у детей вот так что так что вот такая вот история у нас сейчас идет дождичек на улице пасмурно и меня спрашивали по поводу мозаики я показывала уже какую мозаику я складываюсь покажу ее в процессе я собираю очень-очень долго я сделала только наверно половину может быть даже меньше меньше половины сделала ну я знаете так в свое удовольствие медленно с толком с расстановкой сейчас в общем вам покажу вот моя мозаика я выкладываю свою собственную фотографию вот так вот она называется и я ее заказывала на вальдерес я оставлю ссылку внизу в инфобоксе кому интересно кто вот интересовался спрашивал потому что я часто про нее говорю да в общем вот так вот у меня пока получается это я начала это мой хвост мой лоб ведь это тоже брови глазки получается единственное что я вот как-то оставила все вот здесь вот выкладывала на таком маленьком столике обычно тут у меня водочка моя лежит вот и в общем у меня здесь полазил кот и он мне все смешал вот эти стразы но их немного их всего получается пять цветов так что я ну как бы нормально отсюда можно выбрать в общем видите у меня здесь вот все валяется это вот буквально недавно произошло меня спрашивали также по поводу клеевой вот этой основы хорошо она держит или нет вот я выкладываю мне ни разу не было чтобы отсюда вылетел для вот эти стразы и вот у меня было такое что когда он просыпал у меня вот сюда на клеевой основу я еле отодрала девочки то есть клеевая основа очень хорошая выкладывать легко и просто вот ну конечно результат я конечно же потом еще вам покажу обязательно что у меня получилось но выкладывать очень легко единственно что я вот ну я медленность это дело то есть обычно сюда сажусь 10 у меня вот сама инструкция вот идут по вот этим клеточкам это очень удобно вообще супер выкладывать вот я беру клеточку и тихонечко себе сижу вот это все выкладываю такая знаете вечером такая расслабление такое и я беру сюда себе чашечку чая в общем и сажусь такая и песен и мои тут лежат еще раз хочу повториться что вы заказываете на вальдбрис получаете вот этот набор потом сканируете общем там будет приложена инструкция это я его же дело в общем вы дома отсканируйте на сайте фотографию которую вы хотите да так чтобы лица были вот крупным плану видите как здесь вот показано то есть там на сайте можно обрезать я вам еще оставлю ссылку на то видео где я вот по инструкции как раз таки делала вот загружала вот эту фотографию кому интересно то есть вы вначале заказывайте мозаику а потом загружаете выбранную вами фотографию вот так что он мне нравится фотографии получается черно-белая там нужно разные эффекты создавать в общем ну мне кажется это классная идея в том числе и для на подарок то что кто-то сам собрал вот скоро новый год аж девочки как не крутите уже скоро новый год или вы собрали чью-то фотографию поставили в рамочку и подарили вот но я решила себя собрать но мало ли если вдруг что в общем сразу крепится очень хорошо их не отодрать реально вот то есть они вот выкладываю у меня не было такого что вот я выкладывала где-то сбоку у меня начинают они отклеиваться нет такого не было очень хорошая клеевая снова и стразики вот эти все подобраны все хорошо ну в общем когда будет закончена картина ведь это у меня бровь моя уже пошла вот я потом он тоже конечно готовый результат покажу ссылку вам оставлю внизу в боксе и еще меня спрашивали по поводу гречишного чая вот этот вот я покупала в ленте гречишный чай вот этот вот как он мне нравится или нет он обалденный девочки ну не обязательно такой вот я такой марки купила да он по вкусу напоминает печенье вот выпечку точнее не по вкусу по аромату сам он такой как ну не то что слабее выглядит слабее чем зеленый чай вот я себе завариваю вообще одни и те же зерна можно заваривать я почитал в интернете до трех раз вот я ну я раза два наверное завариваю вот вечером пью вообще почитайте очень хорошие отзывы на не отзывы критичный чай вот этот вот очень очень полезный и он там еще я вычитала написано что для тех кто худеет он дает чувство насыщения но чувство насыщения я не знаю честно но с ним не хочется то есть так как он имеет аромат печенья я в него не кладу сахар кстати просто так его пью и вот за счет того что аромат печенья не хочется с ним есть сладкое то есть я не беру конфетку и вот этот чай я просто пью этот чай а конфет кожа с обычным чаем и вообще меньше хочется сладкого пить кушать и вместе вот когда я пью вот этот в гречишный чай вообще его пью каждый день каждый вечер получается вот и мне он очень нравится потому что этот аромат печенья он очень классный он мне кажется сам по себе немножко такой сладковатый вот мне так кажется не знаю может быть это обман из-за того что он такой ну вот это вот печенье очень вкусно прикольно девочки обязательно увидите у себя попробуйте мне кажется что ну все равно какой марки он главное что горячий чай очень вкусный и полезный самое главное почитайте про него очень много написано что он там борется со всякими вещами и вообще он содержите много витаминков так что он очень полезно еще так что вот так вот я провожу вечера принципе практически каждый вечер единственное что я бывает всего одну клеточку выложу или пол клеточки этой мозаики потому что ну к вечеру я устаю а еще когда выкладываешь мозаику вот это она мне так расслабляет вместе с чаем вот этим вот и мне я знать такая в сон в сон и все уже иду умываться и ложусь спать так что вот так и еще хочу ответить на вопрос джуси моя пришла мне часто спрашивают что это у меня такая за красная ниточка среди моих браслетов она я ее постоянно ношу нашу не снимая это я как-то в общем дело какой-то заказ на алиэкспресс и в подарок продавец положил две такие нитки одно из них я делась себе на руку и с тех пор не снимаю нашу больше наверно двух лет уже вот я не вкладываю сюда никакую никакую смысловую нагрузку что это от сглаза там для денег еще чего-то просто вот я делай больше не снимать то есть йо мне не развязать уже ее только срезать поэтому я хожу я настолько к ней привыкла что же наверно не представляю себя без этой красной ниточки вот поэтому и ей ношу не снимаю все вот эти браслеты я периодически снимаю а вот красная ниточка у меня всегда мои тут подруги любовь морковь и все такое да вот так что это просто красная ниточка без какой-то смысловой нагрузки до боняшечка думаю дочь дома хорошие мои девочки мои девчулечки я тут еще вышла погулять одна двумя собаками на сказать очень холодные девочки вообще я гуляю одна с двумя собаками то еще удовольствие потому что это отстает старшая а младше всегда вот так впереди идет меня еще спрашивали отпускали я их с поводка нет когда мы гуляем не отпуска без поводка они у меня на участке доходят без поводка без ошейника без всего вот а так здесь только с поводком это почему так потому что это у нас одно время было поднят вопрос что с такими большими собаками но с маленькими тоже вот чтобы ходили на поводке но без намордника что ну кто-то люди другие боятся знаете ну как бы не все же любители прямо кто-то боится собак например вот такую вот лабрадоры понятно все знают что они добрые хотя не все лабораторы добрые вот ну и же и же люди которые ну как бы не любят боятся да она подойдет она подойдет облизывать например кому-то понравится никому вот поэтому не отпускаю хотя у нас такое солнышко на девочки говорить но на улице всего четыре градуса кошмар иду с девчонами сегодня съездила к ветеринару старший вот старшая он младше и так называю вот посмотрели все у нас порядке уже с ушами все хорошо но глаза будут у нас теперь наверно все все оставшуюся жизнь подтекать на этом ничего страшного периодически будем капать в глазки промывать причащать вот и все будет хорошо третий как у меня получается а это ступит тут а это надо вперед бежать джоуси а это тупит вот то есть так чтобы они две вперед бежали это крайне редко и уличка красиво у меня даже руки замерзли представляете девочки вообще а ладрыга мальчишки дома остались одни я пошла гулять что не приболевшие поэтому гуляю 1 можно было вечером пойти на что-то бона после ветеринарной клиники не нужно обязательно прогуляться да вот так это у нас как сажали такие всякие сортовые эти сосны кто-то кто-то сейчас нагулялись меня на такую рулетку найти на алиэкспресс видела одна на два поводка вот мне такой надо ну а не ради по лужам джоуси не ходят по лужам а бона всегда ходят запутываются ничего страшного гуляем осень-осень до бона домой пойдем кружок сделали я уже задубела они нет вы видите ложится ждет когда бонус изволит пойти вора пока все не понюхает куда не пойдет ладно домой мы уже сейчас свернем пойдем домой поселочку а еще забыла сказать почему еще не отпускаю людей которые ходят просто прогуливается как вы видите кроме меня никого вот но зато много еще машин делать вон там машины едут у нас здесь очень много машин ездят они не все притормаживают например маленькую можно не заметить этого заметишь ну а вечером у нас вот такой вот за просмотром телевизора каспер и леофан я не скажу что они подружились ну каспер может быть силу своего возраста ему все-таки 12 лет он уже не играет особо не бегает он на улицу нас особо не уходит он такое чисто у нас подушечка такая на кровати вот поэтому маленькому конечно хочется поиграться поэтому но каспер с ним может вот так вот только полежать но конфликтов драк у нас слава богу нет и не было вот но каспера я не скажу что прям в сильном восторге вот от всего происходящего но все же все же они вот так вот общается но я на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео оно было небольшим к сожалению но когда все болеют тоже тоже не очень да вот так что всех люблю целую и до новых встреч до новых видео